друзья всем привет это новый выпуск канала в поисках золота украина не запланированная поездка у меня позвонил генчик сказал что делать нечего серегонька поехали покопаем я поддерживаю полностью его инициативу поехать покопать потому как у нас еще карантин были какие-то колли кое-какие дела по работе я их уже закончил и можем ехать копать выйдем где-то недалеко есть там одно место мы все туда никак добраться не могли я думаю сейчас доберемся сейчас заеду только единственный момент заеду на макдрайв потому что я еще сегодня ничего не обедал а есть хочется заеду на макдрайв куплюсь и какой-то big mac кстати надо у генчика спросить может он тоже будет big mac сейчас наберу спрошу вот такое вот друзья в общем мы копаться будем на месте обрисую вам картину картину покажу где будем копать и в общем смотрите я думаю будет интересно друзей рекомендую перевірений магазин пошуковой техники фортуна магазин фортуна а це широкий вибір офіційных металошукачев від відомих брендів великий вибір пошукових котушок будь-яких марок пінпоинтерів та аксесуарів для пошуку продавці професійно підберуть металошукач під ваші фінансові можливості проконсультують та нададуть поради в подальшому використанні в наявності пошукова техніка на будь-який смак не тільки для новачків але й для професіоналів обирайте свій металошукач і фортуна буде на вашому боці посилання на інтернет-магазин та офіційну сторінку у фейсбук в описі під відео друзя на макдрайв очередь машин наверно 20 смотрите у нас это единственный фастфуд который работает в нашем городе они еще доставку делают кстати будем стоять в очереди но двигается в принципе быстро я думаю сейчас минут десять больше стоять не будем приехали мы друзья на такое вот местечко тут бугорочек где-то забыл ветрозащиту одеть щас как надует в камеру блин тут не знаю что тут было никогда здесь не были сейчас попробуем походить пару бугорочков есть вот такое вот замечательное место да гешка с нами балабакин наш фенес передай привет смешной такой капец в общем разбираемся сейчас да пойдем да пойдем попробуем походить не знаю что с этого получится никогда здесь не были наверно мусорка чувствую предполагаю что здесь офигенная мусорка ну в общем походим посмотрим смотрите мы искать пошли по описаниям здесь вроде как было средневековье знаю по карте посмотрели хата 1 нарисована больше нет ничего попробуем пройдемся может что-то будет интересное там на днях кстати выйдет видео где мы с собаки нам копать ездили собираюсь собираюсь разбираюсь венчик тебе рацию дать далеко не будем ходить друг от друга рации кстати друзья очень нужная вещь в копе у кого нету рекомендую приобрести с рации все-таки связь намного быстрее и мобильнее получается чем без рации что бывают такие места где никакой телефон не ловит масса если раз раз что там есть что там нету все понятно так пупточку одевать наверно не буду потому что на улице не сильно жарко не сильно холодно все друзья идем искать рюкзак кстати классный удобный капец кто с рюкзаком ходит берите маленький рюкзак там принципе в нем много может не носите с собой а так водичку кинуть еще что-то я камеру носил раньше сейчас по привычке и пинпоинтер у меня тоже на нем висит удобно нормально ладно друзья закрываем машину и идем искать друзья это просто какой-то прикол у меня такая находка я вообще не ожидал первым первый сигналчик был вот здесь вот-вот выкопал пулю смотрите выкапываю первым сигналом пулю отхожу от буквально пять метров второй сигнал я просто не поверил своим глазам просто не поверил своим глазам смотрите что мне выпало блин наконечник смотрите наконечник стрелы вот это прикол капец я просто в шоке блин вот такое были надо ж такое блин я помощью лопатой угрел немножечко вот это прикол капец я тут керамику увидел кстати пока шел сейчас вам покажу вышел еще такой сутрю она у так лежала но это но это не скифы это что-то более позднее витя на глянцевая она вот так вот лежала сотрю кусок керамики взял посмотрел кинул ее здесь вот так вот обошел вокруг елочек судой вот так вот пошел вот у меня был первый сигнал его там где прибор лопата стоит второй и тут пожалуйста такой блин я просто в шоке вообще не ожидал такое найти ящику щас крикнул где-то рядышком то он тоже не поверил вот это прикол сейчас за фотку выложу в instagram друзья кто не подписан на мой instagram подписывайтесь ссылочки есть в описании идем дальше искать финес братанчик ты копаешь там нос у тебя весь в песке и дети ухо поправлю вот это ты бедоси что там накопал что-то друзья у меня у то вот под деревом сигнальчик был и вывалилась пломбочка не знаю чья она какая она но вот такая вот пломбочка не снимал сигнал такой плохой был думаю сейчас какой то опять говно вылезет то решил не снимать а вот вам пожалуйста рили или лишь какой то чудо там написано на ней в общем пробуем друзья раскрутить скифов такой холмик здесь интересный и я думаю что надо здесь покрутиться туда сходить туда сходить мы такие как раз два таких интересных очень бугорочка один вот там вот один вот там вот сзади за моей спиной в общем пробуем раскрутить гешка туда пошел в ту сторону а я сейчас здесь покручусь может туда чуть дальше в лес перейду в такой уже крупный в общем надо раскручивать на коньячек попался не просто так я думаю керамика еще какая то попадается но чуть не та которая надо раннюю нашли раннюю средневековую керамику кусочек будем пробовать раскручивать дальше друзья отошел от машины я кстати ну я не знаю вот метров тридцать наверное если вам видно там машина стоит тридцать метров отошел от машины и первый сигнал был пуля и второй наконечник в общем идем дальше пробуем раскрутиться смотрите что то будет интересно я вам все покажу друзья финес уже копает какую то ящерицу кто там кто то маленький гавкает и копает я думаю что ящерица наверное а может какой то уж даже кто там кто то маленький выкопал там яму и выкопал здесь яму вход и выход и ищет ждет пока вылезет оставь эту ящерицу в покое на что и займаешь что там нос весь в песке бедося ой какой клещара на тебе сидит стой ну братанчик смотри какой кабан дай заберу все дикие клещи друзья жах просто куда его сейчас деть не знаю закопать деда в муравейник его кину сейчас с муравей его пристроят быстро кинул да он ползет сейчас они ему сделают ветер о клещей конечно в этом году море просто неимоверное количество похороним его там ну что там твоя ящерица докопался морда вся в песке ну посмотри на кого ты похож наша зачем она тебе нужна эта ящерица скажи мне Финес оставь эту ящерицу в покое потом яму за тобой зарывай вот охотник охотник ладно копайся я тоже пойду покопаюсь планирую зайти вот в эти сосенки походить здесь очень много железа кстати вот здесь вот на вот этом месте очень много железа там вот я нашел наконечник под сосной в общем выхаживаем потихонечку друзья лезут какие то пуговички какие то там с опуткой кусочки бронзы но пока дельных находок нету идем искать дальше Финес что ты там братанчик друзья такие плохие сигналы просто ужасные вывалилась еще одна пломбочка попов братья поповы ничего себе братья поповы написано она будет в интернете посмотреть что это за братья поповы такие были может какие то сахарные магнаты ма ма москва короче какие то братья поповы не знаю кто такие кто знает напишите в комментариях так ходим ходим вот по таким замечательным местам железа много выцепливаю между железа какие то цветные сигналы друзья онлайн не снимаю потому что сигналы очень плохие проволока лезет всякая кусочки бронзы вот выпала пломбочка смотрите опять братья поповы что за братья поповы даже не знаю кто знает подскажите вот это четвертое уже одну я не снимал да вот такие вот находки это генщик там финес а у меня друзья смотрите находочка подкову на счастье нашел надо же счастье привалило блин увалило привалило вот такая вот сапога подкова с какого то не знаю немецкого наверное сапога зацени геш сапога какого то все будет что уходить прицел сейчас так чик находка друзья значит докладываю обстановку планы резко поменялись мы вернулись в город с генщиком он пошел домой брать фонарик я завез домой оставил собаку сейчас мы вместе с ним отправляемся на одно интересное место нам подсказали его скорее всего что мы там будем копать ночью потому как пока доедем сейчас у нас 6 часов 39 минут без 27 нам еще где-то часик ехать пока доедем пока туда-сюда прибор поставил на зарядку сейчас вот в машине смотрите прибор блок все заряжается сейчас забираю быстро гешу и стартуем стартуем в надежде попасть на еще не засеянное поле не знаю просто раз мы промахнулись с пацанами приехали поле как раз садят ну будем надеяться что что в этот раз мы не промахнемся в общем будем пробовать ребят сейчас срочно выезжаем копать в ночь давно у меня не было таких поездок и честно говоря даже хочется так что едем если не потемнеет пока мы приедем я вам все покажу потемнеет есть фонарик буду ходить с фонариком все друзья погнали все не это все все Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, еще одна находочка совершенно недалеко от предыдущей, на этот раз целенькая фибулка выпала, смотрите, целенькая, классненькая. Находка почти сверху лежала, чуть-чуть я ее копнул, такой плохой-плохой был сигнал, это уже без патины. Находочка, класс, берем, похоже я нашел какую-то хатку, сейчас буду здесь крутиться, хочется динариков каких-то. Берем, идем дальше искать. Друзья, и снова у нас очередная фибула. Блин, что ж такое, где ж динарики? Фибулы это, конечно, хорошо все, но хочется ж динариков. Вот такая вот, покрутила ее плугом, можно в принципе отреставрировать. Так что, забираем. Забираем, идем дальше искать. Вот там вот, если вам видно, вдалеке, очень вдалеке, Генчик ходит от меня, надо его будет позвать, рации мы не взяли. Что-то мы тормознули трошки, надо было взять рации с собой. Потому что у меня два сникерса, и Геша может остаться голодным, я сам все съем. Так что, Генчик! Не отвечает. Так, ладно, идем искать дальше, друзья, смотрите. Друзья, смотрите, поверхностный сигнальчик, и вот она лежит. Покрюченная, покорюченная, обломанная со всех сторон, спинка с фибулы. Да. Что ж такое, где ж динарики, блин? Какая-то сопутка лезет, а динариков нету. Берем, в общем, эту бедосю, идем дальше искать. Друзья, у нас есть находочка, смотрите. Так, леместный динарик, обломанный. Блин, еще и с дыркой, прикиньте. Вот это, вот это капец. Блин. Ну, это не я его въехал по нему лопатой, потому что я его пинпоинтером отковырял, он сверху лежал. Я даже ямку не копал. Блин, как жалко. Как жалко. Блин. Ну, ничего, Агеша нашел, кстати, целого лемеса. Потом подойдем к нему, посмотрим. Берем эту находку, идем, друзья, дальше. Уже веселее становится. Что-то вылезло. Идем дальше, друзья, искать. Смотрите, вот такое вот поле после кукурузы. Идем, не будем терять времени. Есть находочка, друзья. Смотрите, почистил. Кусочек серебра мне вывалился. Кусочек серебра. Не знаю, от чего это. Может, от фибулы иголка была такая толстая. Но приятно. Маленький кусочек серебра. Вот тут зеленая патина на нем еще осталась. Прикольно. Поднялся я выше от реки. И хожу на бугорочке. Не видно ничего. Темнота. В общем, хожу на бугорочке. Берем находку, друзья, идем дальше искать. Смотрите. Иду к Генчику. Что ты там, Геннадий Юрьевич? Ровод нашел для места. Ну ты сегодня вообще портал открылся. А я одного обломанного нашел и все. Показывай давай. Посмотрим твои находочки. Ты куртяк снял? Потому что Ташкент. Ухтышечки. Вот так этот может быть не леместный. Бел как леместный. Блин, и у меня обломанный. А еще где-то кусочек есть. Не видать ничего. Вот этот может быть, кстати, не леместный Геш. Вот этот вот. Вот этот тут точно леместный. А это может быть серебро залипшее. Просто такое. Ну, красавчик, красавчик. Раз, два. Все положил на место. Геннадий Юрьевич, не пора ли нам подкрепиться? Возможно. У нас есть вкусняшки. Пыль в глазах. Та-дам. Как ты? Все по взрослым. Сникерс супер плюс один. Смочного. Взаимно. Друзья, есть находочка. Взгляните-ка. Иголочка серебряная с фибулы попалась. Прикиньте. Вот это поворот. Приятненько так. Серебряная иголочка. Серебро такое хорошее. Видно, даже окислов на ней нету. Пойдет, пойдет находка. Берем. Идем дальше искать. Смотрите. Вот здесь вот сейчас иголку серебряную выкопал. Начало раскручиваться. И вот смотрите. Лежит. Опа. Спинка с фибулы. Только не серебряная. А обычная бронзовая. Прикольно. Прикольненько. Идем дальше искать, друзья. Берем. Друзья, не знаю, как меня там видно. Идем, в общем, к машине. Уже где-то без 15-ти час. Будем заканчивать нашу сегодняшнюю экспедицию. Генчик нашел еще динарик один. Красавчик молодец. У него сегодня портал открылся. В общем, будем заканчивать. И едем домой. Хочется подвести итоги сегодняшнего копа. Началось у нас все просто с поездки возле города. В одно место решили поехать попробовать покопать Средневековье. Я выкопал наконечник с Киевский. Мы там еще покрутились. Потом позвонили другу. Он сказал, ребят, здесь поле. Можете поехать туда покопать. В общем, этот друг нас сюда отправил. И, собственно, мы здесь так и оказались. В общем, что я вам хочу сказать. Никогда не знаешь, что будет в будущем. И поездки бывают такие просто непредсказуемые. Никто не планировал никуда далеко ехать. А получилось так, что мы поехали далеко. Совершенно в другую область копать. Ну, в общем, друзья. Такая вот история у нас сегодняшняя. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки. Пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции. Есть еще куда ездить. Всем удачи, друзья. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok